На базе Ульяновского государственного технического университета работает Центр цифрового образования детей IT-Куб Ульяновск. Его посетил министр цифрового развития, связи и коммуникации Российской Федерации Максут Шадаев во время своего рабочего визита в Ульяновск. Особенность нашего образования заключается в том, что это Центр цифрового образования детей. Здесь все направления, кроме кибершахмата, нацелены на обучение детей программированию. У нас существует семь основных направлений. Это программирование на языке Scratch для самых маленьких, программирование на языке Java, программирование на языке Python. И кроме того, у нас есть федеральные направления. Это Яндекс.Лицей и IT-школа Samsung. Ученики школы – призеры многих конкурсов по IT-направлениям. Однако этот куб отличается от второго и еще одним направлением – кибершахматы. Собственно, это компьютерная программа для игры в шахматы. Но практикуются учащиеся на обычных шахматах, столики с которыми установлены прямо в фойе школы. Министр цифры и связи тоже попробовал свои силы в игре. Далее Максут Шадаев с большим интересом осмотрел классы и познакомился с учениками и преподавателями. Презентовал Яндекс.Лицей одно из направлений Центра заместитель директора Максим Кашечкин. Яндекс.Лицей в Ульяновске дает очень хорошие результаты. Наши школьники входят ежегодно в топ-100 лучших школьников в России по рейтингу Яндекс.Лицей. В прошлом году один из наших школьников набрал самый высокий рейтинг и вошел восьмерку лучших школьников. Всех выпускников Яндекс.Лицей вошел восьмерку лучших. Всего в Центре цифрового образования обучается 500 детей по семи основным направлениям. С некоторыми из них министр провел урок цифры. К нему по видеосвязи присоединились учащиеся и учителя из других районов Ульяновской области. Раньше было очень модно учить, в мое время очень модно было учить языки иностранной школы. Родители тратили деньги на репетиторов. Все это вот всем казалось, что иностранный язык это такая вот обязательная база, значит, для современного, образованного, значит, молодого человека. То сейчас фактически, вот, де-факто, ну, мы считаем, что знание языка программирования становится таким стандартным. Также министру было важно услышать вопросы от ребят, которые их волнуют. Один из вопросов касался возможных мер поддержки для IT-специалистов. Но министр отметил, что хорошему IT-специалисту не потребуются эти меры. Он всегда востребован. Возможно лишь ввести льготную ипотеку, чтобы заинтересовать таких специалистов остаться в регионе. Депутат Госдумы Владимир Кононов, который был модератором урока, добавил, что помимо наличия льгот, важно любить свою профессию. Помимо, так сказать, материальных интересов, должен быть еще моральный, потому что так же, как доктор, это, так сказать, призвание. Вот я думаю, что у министра призвание, потому что он начал с того, что он, ну, я больше IT-шник, чем министр. Конечно, не так, он министр, но он именно большой специалист. На прощание министр написал на память пожелание на специальной зеркальной табличке и поставил свою подпись.